Дорогие друзья, студия Oasis Media, мессианская община, возвращенная на Сион, город Хайфа. Напоминаю, что вы можете следить за нашими богослужениями в шаббат в онлайн режиме, приглашаю вас. И, разумеется, приглашаю вас на все наши передачи, у нас интересные преподаватели, надеюсь, вас это все благословляет. А я продолжаю недельное чтение Балак, начинающего с 22 главы. Мы уже два урока выставили, и сейчас мы идем к следующему уроку, который я называл «Горы для благословений, а не для проклятий». И местописание «Как прекрасны ноги благовествующего Сион». Это и название урока, и призвание к молитве. Вы знаете, Эрец Исраэль нуждается в благовествовании, но в взвешенном, разумном благовествовании, чтобы правильно возвещать имя Господа Иешуа. И важно молиться, чтобы Господь поднимал в Израиле людей с руаха кодеш, понимающих культуру, связанные с этой культурой интегрально, чтобы для народа нести подобного времена Иешуа. Что-то, чтобы делало людей, как написано в Дианях, они были в любви у всего народа, они противниками. О, пришли нас загрузить чужими богжествами. Поэтому молитесь об этом. А вот ситуация с Валаамом продолжается. И я читаю с 22 главы книги чисел, 39 глава, 41 стих. И написано, и пошел Валаам с Балаком, и пришли в Кириад Хуцот. Кириад, или Кириад там по-русски написано, Кириад это городок. А Хуцот с многими улицами. То есть, он его вначале не повел сразу на работу. Он сначала приводит его в заселенный городок, там, где много-много-много мавитян живет, чтобы растрогать его сердце, сказав, смотри, и эти достойны, чтобы жить. Ты вот как бы за них будешь бороться. И там он заколол валовый овец, Валааму и князям, которые пришли с ним. Потому что Валаам, он был представительный пророк, у него была своя свита. И Балак не хочет ударить лицом в грязь. Он делает все, чтобы того расположить. А на следующий день, Писание говорит, 41 стих, на другой день утром, Балак взял Валаама и возвел его на высоты Баалавы. Балак, высоты Балаковы. То есть, по всей видимости, там была идольская статуя Баал. Баал – это божество, которому приносили человеческие жертвоприношения. То есть, это уже говорит о той моральной испорченности народа Муава, которая произошла за время, что Израиль находился в Египте. Те 230 плюс обетование Аврааму, тот промежуток 400 лет, они извратились, они стали заколать жертвы человеческие. И Балак служил этому идолу, и он туда приводит Бельама и говорит, вот место, откуда надо проклясть. Но с гор Израиль можно только благословить. Невозможно проклять Израиль с гор. Я уже процитировал место. Почему? Потому что на горах будут стоять ноги благовествующего Сион. Но мы разберем пророчество Бельама, и оно уже записано в 23 главе. И я хочу прочитать три стиха с 8 по 10, и хочу разобрать их. То есть, я разберу пророчество. Балак отошел на голый холм, там встретил его Бог. И Белям говорит, я семь жертвенников воздвиг, на каждом принес в жертву быку и барану. И Господь вложил в уста Белама слова, возвращайся к Балаку и возвести ему это потом. И он возвращается и говорит ему, ты привел меня из моей страны, прокляни Якова. И тут он говорит такие слова, восьмой стих. Как прокляну Я, Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зло. Я хочу прокомментировать вот этот стишок, чтобы было понятней. И это на самом деле очень старая библейская мудрость. Мы помним Ной и его три сына, и мы помним, что хам позорит своего отца. Там что-то случилось, я сейчас не буду вдаваться в эти комментарии, но что-то было очень-очень-очень плохое. Это не было просто поглядеть на голое тело спящего отца. Потому что для этого просто зайдите в русскую или финскую баню и посмотрите, и будьте довольны. А здесь он удостаивает не хама, а ханаана, то есть своего внука, проклятие, которое в определенной мере до сегодняшнего дня действует. Но Ной не может проклясть хама. Сдается вопрос, а почему? А потому, что кого Бог благословил, человек не может проклясть. Когда они вышли из Ковчега, Ной и его трое сыновей с семьями, их всех благословил Господь. И Ной не может проклясть своего сына. Так и здесь. Как я прокляну, говорит Белям. Бог не проклинает, а благословляет его. Как я изреку на него зло, когда Господь защищает его от зла. Подобное местописание мы также встречаем в Новом Завете. И я сейчас делаю такие выкладки, чтобы заинтересовать вас какими-то вещами. В одном из посланий апостол Павел, благословляя ту общину, в которую пишет письмо, говорит такие слова. Да, хранит Господь Дух вашу и душу и тело в пришествии Господа Ишуа Машиха, без пятна и пророка. Все вы помните слова. Но мы знаем из священных писаний, что человек это не есть три, душа и тело. Он есть четыре. У него есть еще то, что называется дыхание жизни на иврите Нешама. Про это мы читаем в Бытие, в первой главе, и вду в него дыхание жизни. То есть что-то от Господа. Это четвертая составляющая. Но апостол Павел призывает благословение только на то, что может подвергнуться искривлению, кривде этого мира, духу, душе и теле. Нешама не может подвергнуться тому, потому что она интегрально связана с Творцом. И это есть та божественная нить, которая в нас заложена изначально. И когда человек умирает, когда настает его время, эта Нешама возвращается к Богу дыхания жизни. То есть я дал вам такой пример, что можно проклясть то, что заслуживает проклятие. Но есть такие вещи, которые невозможно проклясть, потому что Господь благословляет их. И вот этот момент очень важно запомнить. Есть люди антисемиты, есть люди ненавидящие других людей, есть люди, которые пытаются проклясть Израиль, но Бог благословляет его. Не нужно этого делать. Вспомните слова, которые Творец сказал Аврааму, Ицхаку, Якову, говоря, благословляющего тебя я благословлю. Вы знаете, в начальном харизматическом движении 90-х годов это была модная фраза, чтобы выколачивать деньги. И мы благословим Израиль, дайте туда 100 долларов, и нам Бог даст тысячу назад. Это бред. Это бред, не это и есть смысл. Физическое, финансовое благословение, оно может быть частью, и оно приветствуется, разумеется, но главное, чтобы человек понимал в своей голове, что сей народ избран Богом. И я через Ешуа, я сейчас говорю к уверовавшим в Господа Ешуа или в Творца через Ешуа язычникам, и я, неверующий язычник, прилепился к этому народу, чтобы вместе с ним быть инструментом в руках Творца. Но я продолжаю читать следующий стих. С вершины скал я вижу его, с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Почему он не числится между народами? Почему Израиль не числится между народами? Мы знаем то, что всего несколько столетий до этого момента произошло разрушение Вавилонской башни. Что там детально произошло, есть много разных мнений, но там произошла катастрофа в человеческой среде. Люди перестали понимать, уважать, взаимодействовать друг с другом. И весь мир стал большим Вавилоном. Вавилон от слова «либальбель» – смешать, смешение. Когда человек становится запутанным, и ему все вокруг противно, он пытается сам с собой разобраться. Так вот, Израиль, он создался от Авраама позднее. И поэтому он между вот этими семидесятью корневыми народами не числится, он отдельный. Он как бы антивавилон, антипод Вавилону. Он Божий народ, который Господь создал, чтобы им повлиять на других людей, чтобы их подтянуть на свою территорию. Не на территорию Израиля, а на принадлежность Богу. И вот здесь всплывает такое слово, как «кадош». «Кадош» не значит «святой», с крылышками. Вот я так помахал. Это не про то. «Кадош» – это значит «отделенный», «несвязанный». Бог называет сам себя «кадош». Что значит «я, сотворивший все, с творением общаюсь, но я вне его». И он призывает Израиль. Интереснейшая концепция. Быть вместе с ним, будьте святы, как я свят. То есть приблизьтесь ко мне, к душим, отделитесь от всего. Хочу сказать верующим, через Господа Ишуа Машеха, в Творца Бога Израилева, что вы прилепились к Израилю и его обетованиям, стали первым классом, народом, который тоже с другими народами не значит. А может по плоти – да, но духовно вы присоединились к тем обетованиям, Ефесянам 2 глава. Бывшие далеко стали близки кровью Машеха. Как важно не потерять вот эту близость. И с Иешуа, и с Израилем. С Иешуа – это повод к эсхатологическому спасению, а с Израилем, потому что это тоже повод к эсхатологическому спасению, но это также повод к множеству восстановительных процессов, которые включает Творец в каждом подобном человеке, оживляя внутри совесть, дух и душу, изменяя сердце, и, как я уже цитировал из Экиля в предыдущих уроках, давая нам нечто внутри особенное. Двигаемся дальше. Десятый стих. Кто исчислит песок Якова? И число четвертой части Израиля. То есть Валаам, Бильам восклицает. Кто может исчислить? Но здесь я хочу прокомментировать немножко в другом контексте. И если вы посмотрите Римлянам 9 главу, апостол Павел говорит такие слова. «Если как песок морской будет Израиль, только остаток спасется». И многие говорят, вот здесь же говорится, что не весь Израиль спасется, а только остаток. В иврите слово «спасение» – это многогранное слово, которое в некоторых случаях относится к эсхатологическому спасению, но чаще всего это разговор о физическом избавлении. И если мы посмотрим на физическое избавление народа израильского от разных бед, то мы видим, что из Египта вышла пятая часть. То есть не весь народ, а остаток. Даже из Холокоста, который прошел 70 лет назад, не весь Израиль вышел, был спасен, а только какой-то остаток. Четвертая, пятая часть. И вот здесь такие слова говорится. «Кто исчислит песок Якова?» и число четвертой части Израиля. То есть здесь, по сути, есть намек на физическое избавление Израиля от разных бед. И римлянам 9 глава, она также говорит о физическом избавлении Израиля. Римлянам 11 глава, там уже совершенно другая цитата, которая связана с Исаией, и там говорится, «Ибо весь Израиль спасется, потому что Господь высвобождает Избавителя». И Ишуа Гамашеха, Иисуса Христа, и Сиона, и его власть, сила каким-то образом проникают спасающим образом к Израилю и каждому, кто через него присоединяется к народу. Почему я все время про это говорю? Знаете, в современном лексиконе сложилось, в верующем лексиконе, сложилось таких два анклава людей, Церковь и Израиль. Типа, мы с вами, мы не с вами, мы против, мы за, мы то. Два, два, два каких-то раздельных. Но библейский концерт упрямо говорит, это один Божий народ с базой Исраиль, Божий ставленник. Идем дальше. Вторая попытка, это следующий урок, коротенький, вторая попытка Валаака или Балака, проклясть народ, он очень разочарован после первой, говорит, что ты делаешь? Я тебе столько денег пообещал, ты уже разозлился на них, и ты такие вещи говоришь. Бельям говорит, что могу, то делаю. Он говорит ему, давай, попытайся еще раз. Помните, была такая известная шутка, не знаю, уместно ли, но это еврейская передача, поэтому шутки всегда уместны, как Сталин вызывает Горького и Максима, как его отчество, не помню, как отчество забыл. И говорит, Максим Горький, вы тут книжку написали, мать называется, мать. И говорит, может, напишите еще одну, называется отец. И Горький чешет голову и говорит, ну, я попытаюсь, товарищ Сталин. На что Сталин заявляет, попытка лучше, чем пытка. Не правда ли, товарищ Берия? Знаете, попытка, вторая попытка. И вот мы видим то, что Беляам пробует еще раз. И Писание говорит интересную вещь. 14 стих, 23 глава. «И взял его на место стражей, на вершину горы Фазги», по-русски, «пизга» на иврите, это вершина. То есть дословный перевод слова «фазги» это вершина, «пизга» горы, то есть вверх горы, вот это вот место, где стояли дозорные. И там он построил семь жертвенников, принес по тельцу, по овну и говорит, давай пробуй вторая попытка. Знаете, еврейские комментаторы здесь говорят интереснейшую вещь. Балак, то есть не Валаам, а Балак, Валак, он сам провидец, вед. И он хочет чего-то сделать. И он чувствует, вершина горы может каким-то образом, именно вот это вот повлиять. Знаете, есть такое мнение, что потом, вот на эту гору, потом поднялся Моисей и умер там. Возможно, это так, возможно, нет. Но не так важно. Мы приходим ко второму благословению, которое, сказал Билам, то есть пытался проклятие, но опять Господь вложил его уста. И мы разберем построчно еще несколько стихов благословения. Девятнадцатый стих. Бог не человек, чтобы ему лгать, не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Здесь хочу сказать, важно усвоить, что Бог не человек и не изменяется. И некоторые говорят, вот отверг Бог Израиль народ свой, выбрал нас. Опять я на свою старую тему. Не отверг Бог Израиль. Павел то же самое говорит в одиннадцатой главе. Не отверг, не отверг. Забудьте это все. Не важно, что сказали отцы церкви, или там еще кто. Не важно, что они сказали. Они посмотрели, что Израиль рассеян. И их глаза сказали это. Но не всегда наши глаза говорят правду. Если Бог предал то, чему клялся, и вас может предать. Бог не предает. Он верен до конца. И тебя, дорогой слушатель, слушатель, я вот тоже хочу ободрить. Я уверен, что каждый из нас проходит через разные разочарования, проблемы по жизни. Иногда мы говорим, оставил меня Господь. Не оставил. Не оставил. Дает пройтись где-то немножко самому, но наблюдают его очень за тобою. Главное, храни в своем сердце страх Господень. Пусть это будет одно из твоих молитв. И делая иногда или почаще хижбон нефиш, самоисследование. Говоря, а может быть я где-то приступил. Мы живем в настолько запутанном интенсивном мире, нас так разрывает интенсивность, что мы часто отдаляемся от Бога, даже сами не понимая этого. И еще хочу сказать одну вещь. У многих вера стала выхолощенной. Я вижу только то, что вижу, или верю в то, что только вижу, или то, что понимаю. И некоторые вдруг стали говорить, вера, там в ней вообще эмоций нету, все должно быть стерильно, черно. Это не так все. Мы живем в напряженном мире. Нам нужно вырываться из объятия этого мира, устремляясь к Богу и прося у Него не только ответов на наши молитвы, часто, которые мы говорим, дай, 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 но чтобы мы иногда почувствовали Его. Просто почувствовали. Чувства – это тоже от Бога. И слезы – это тоже от Него. И смех радости – это тоже от Него. Только мы должны приходить к Нему, говоря, «Господь Творец мой, пожалуйста, будь ближе ко мне». И обычное слово «возови ко мне и услышу, и покажу тебе великое недоступное». Двигаемся дальше. Валаам говорит, «Вот благословлять начал я, ибо Он благословил». Я уже комментировал. Я не могу изменить его. «Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него». На самом деле, это идеальный статус. Не видно бедствия в Иакове. Мы видим много бедствий в Иакове, но придет момент, когда мы достигнем совершенства. Павел восклицает, «А я достигну откровений Господней, а я приду в совершенное позвание». Еще не здесь, но мы придем. Еще и трубный царский звук у него. Явно, явно, что это намек на Мессию. Но вот про этот изъян и царский звук, не видно бедствия, незаметно несчастье, и он совершенен. Вы знаете, Машех, это тоже Израиль. Странно, но как в Аврааме весь Израиль, так и в Мессии весь Израиль. И, несмотря на то, что Машех, он сын Авраама и сын Давида, ну, в поколениях, но, на самом деле, эсхатологически, он над ними всеми. И поэтому когда-то Ишо говорит такие слова, Авраам видел день мой, то есть, видел славу мою, подчинился ей. И про Давида он говорит, Давид сказал, почему сказал Давид в псалме, и сказал Господь, Господь, он показывает, что хоть Давид понимал, что потомок его Машех, он Машех над. И это говорит примерно то же самое. Израиль, это Авраам, Израиль, это Давид, в одном лице царь представлял всех, но Ишо, в нем нет изъяна, он Машех, и он тот же статус, он тот же представитель, сам выкупает народ, чтобы сам благословить. Поэтому на том кресте, на котором наш Господь был раскопят, написано, все царь Израилев. 22 стих, Валаам говорит, Бог вывел их из Египта, быстрота единорога, более точный текст, быстрота быка у него. Бык это такое животное, часто царское животное сравнивают со львом, но бык это тоже царское животное, его не всякий лев возьмет, но бык он такой упрямый, стоит, и ты должен достать его, чтобы он кинулся на тебя. Вы, наверное, все смотрели кориду в Испании, вот достанут этого быка, и тогда он дает им всем прикурить. Знаете, это современный Израиль. Если я смотрю новости, и так его клюют, и всякие его клюют, и туда ракету стрельнут, и здесь стрельнут, мы здесь живем, мы это все переживаем, но в один момент срывается бык, и тогда берегись тот, кто на его пути стоит. 23 стих. Нет волшебства в Иакове, нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове, об Израиле, вот что творит Господь. Волшебство и ворожба. Веды и колдуны, то есть прорицатели, вот эти вот гадатели на картах, или колдуны, которые проводят проклятия, нечистые вещи. Вы знаете, в те времена их не было, когда народ вышел из Египта, потому что присутствие славы Господней, и страх Господень был настолько присутствовал посреди людей, что их не было. Сегодня проблематика. Сегодня мы нуждаемся в освящении. Сегодня все вдруг заговорили за однополые браки и за все, но вы знаете, мысль такая меня постоянно посещает. А может, про это слишком много говорят? А может быть, мы когда начинаем постоянно на всех телевизионных или медиаканалах кричать, это грех, 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 для них это антиреклама становится суперрекламой. Я когда-то слышал комментарии одного российского православного человека, все его, наверное, знают, Дьякон Кураев, его спросили, как относится русская православная церковь к ближайшему визиту Мадонны в Москву. И знаете, что Кураев сказал? Он сказал, много чести для этой дамочки вольного поведения, чтобы православная церковь имела еще какое-то мнение об этом. Я хочу сказать, церковь Господня или народ Божий. Я думаю, мы часто заостряем слишком много про внимание на всякой ерунде, вместо того, чтобы искать освящение и путей, какими мы можем служить Творцу. И мы начинаем плевать, о, зачем они этот закон сделали, этот, этот, этот. Про эти времена очень часто Писание говорит, ибо наступят дни, когда люди извратят пути правды, и какие-то отклонения будут пытаться выскочить и захватить наше внимание, это то, что сейчас происходит в Америке с этими законами и дальше. Но мы, как вол, ведомы на заклание, зачем мы смотрим в ту сторону, зачем оно нам надо, у нас что, нечего делать, давайте проигнорируем их на этом Фейсбуке и не будем про эту тему вообще поднимать. Тогда они сами забьются в свой угол и будут заниматься своим нечестием и будут ожидать своих судов. А нам чего туда всовывать руки? 24 стих. Вот народ как львица встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добыть, не напьется кровью убытых. Лев и львица это царские образы. И здесь понятно говорится про Машиеха и про Дестани, будущее израильского народа. Мы продолжаем дальше двигаться, и мы смотрим числа 23 глава 28 29 стих и здесь мы опять видим, что Балак или Валак разочарован. Он говорит, я тебя прошу, прокляни мне их, ты благословляешь. Тот говорит, я еще раз попробую. И он его поднимает на гору Фигор или Пеор. Здесь все немножко сложнее. Пеор Есть такое выражение в книге Бытия и вполне возможно, что лингвистически оно связано с словом Пеор по-русски Фе-гор от слова Пру-вер-ву плодитесь и размножайтесь. Там по всей видимости стояло божество плодородия, где совершались оргии. И как я уже говорил, Балак не Валаам, а Балак, царь, который призвал его, он сам был ведун, колдун. Он чувствовал, чего-то здесь будет. Позднее мы увидим, как этот культ Пегора или Пеора погубил тысячи израильтян. Но в этот момент он поднимает Балака туда и говорит, вот, соедини свою колдовскую силу с этим божеством плодородия, чьи принципы напрямую противодействуют тем законам, по которым живет Израиль о чистоте, о верности. Я хочу сказать, что сегодня весь мир поражен Пеором. Порнография пронизывает все. Раньше, чтобы позаниматься порнографией, человеку нужно было преодолеть свой стиль, стыд, пойти в какой-нибудь магазин грязный и там посмотреть, чтобы его не засветили. Сейчас все люди открывают компьютер, заложают в порнографию, разрушая свои семьи. Прелюбодеяние везде оно есть. Оно наполняет мир и даже проникает в среду Божьего народа. К сожалению, Пеор, этот культ, который вот с тех давних времен, по всей видимости, еще с Вавилона и до него, когда была сексуальная распущенность, проникает и поражает. Очень часто это связано с дисбалансом в наших семьях, когда жены манипулируют отношениями интимными мужьями и наоборот мужья с женами, Павел предвидел все это, очень четко сказал, что если не хотите, искушал вас сатана, будьте близки друг к другу, в правильном, разумном варианте не манипулируйте тем, что не должно использоваться как манипуляция. Как много верующих людей страдают из-за манипуляции интимной жизнью. И, наверное, это правильная трибуна, чтобы такие вещи сказать, это тот же самый дух Пеора, который позднее погубил тысячи людей в Израиле. И верующему человеку невероятно важно беречь, культивировать не только страх Господень, но и правильные взаимоотношения в своем доме. Быть быстрым человеком на то, чтобы просить прощения и не делать, ну, я тебе покажу или я тебе покажу, кто из нас тут в доме хозяин. В доме оба должны быть близки друг к другу, тогда будет гармония. Но вот благословение, которое говорит Пелям, Валаам на этой горе, и он говорит, как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. То есть попытался сказать проклятие, а все равно оказалось благословение. Я хочу всем вам пожелать благословение. Благословение. Еще раз благословение. Наблюдайте за собою. Не давайте вещам, которые сломали пророка и сделали из него колдуна, ломать ваши жизни. И призывайте мудрость и рассудительность, вникая в слово Господне, которое может наставить вас на всякое доброе дело. Господь благословит вас. Хам, photographs as ك оставить о – работа, в киде Sellers, а ước и natural, банды, нес einfach ein готовый рассказ. Продолжение следует...